Духовное влечение Есть вещи, которые захватывают нас, есть вещи, которые привлекают нас, как парень, который увидел девушку и потом не может о ней забыть. Он влюбляется и делает все, чтобы быть с ней. Мы знаем, что таким образом созидаются семьи. Но сегодня будет речь о духовном влечении. Когда нас духовно тянет, когда мы не удовлетворены всем, но нам так необходимо духовное. Духовное. Если нас не влечет духовно, то нам и не интересно. А если нам не интересно, то нас там и не будет. Представьте, друзья, мы можем даже прийти в собрание, но нас может быть здесь. И не быть здесь. Потому что где-то в другом месте может быть наше сердце, может быть наш интерес. За это нужно платить цену. За это нужно стараться. За это нужно воевать. За то, чтобы тебе с Иисусом было интересно. Вы что думаете, дьявол такой глупый и не понимает? Он знает, что если он разделит вас с Иисусом, вы легкая добыча, вы легкая нажива. И знаете, сколько сегодня христиан, которым Иисус перестал быть интересен? Он перестал их радовать. Я скажу так, он перестал их возбуждать. Все, они теперь апатичные. О, слава Богу! О, аллилуйя! Но это не от всего сердца. Нету больше удовольствия от общения с Иисусом. А ведь когда-то Он вас так затронул, что ваша жизнь изменилась. Когда-то Он пришел, знаете, как весна приходит на смену зиме. О, эта зима была долгая, снежная, холодная. Мы уже думали, когда придет весна, когда все эти сугробы растают. И представьте, как весна пришла тихонечко и все преобразила. И сейчас природа будет преображаться. Вы знаете, так же Иисус, Он пришел в нашу жизнь и преобразил нашу жизнь. Но у нас есть ответственность сохранить. Вы знаете, что Иисус никогда не потеряет любовь к нам. А вот мы можем ее потерять. Очень важно, чтобы между нами, между людьми и Богом была взаимная любовь. Не достаточно только Божьей любви. Божья любовь помогает нам подняться из могилы. Подняться нам из болота, вылезти, из трясины даже. Ну а что дальше, если не будет с нашей стороны интереса, если не будет вот этой реакции, взаимности на Его любовь? Тогда мы не увидим смысла большого в христианстве. Тогда какие-то вещи, другие вещи, возможно, вещи этого мира будут нас завлекать. Соломон писал в песне песней 1.3. Влеки меня, и мы побежим за тобою. Влеки меня, захватывай меня. Вы понимаете, что христианин может ослепнуть. Как Иисус говорил к одной церкви, Он обратился и сказал, «Ты считаешь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но ты заблуждаешься. Это всего лишь твое мнение, но твое мнение ошибочное на сто процентов. И ты не знаешь, что ты и нищ, и слеп, и наг». Знаете, что такое быть слепым? Это не видеть духовного мира. Это больше не восхищаться Иисусом. Это не видеть, что Иисус на троне. Это видеть вокруг себя беззаконие и проблемы. Это видеть, что ложь, 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 ложь. Поймите, что дьявол, он забирает у нас духовный мир. Он делает наше христианство скучным. И когда наше христианство становится скучным, то мы перестаем туда приходить. Потому что мы так устроены, чтобы нам было интересно. И если нам не интересно, нас там нету. Даже если физически тело здесь, то наш дух, наш разум где-то может находиться в другом месте. Как израильский народ вышел из Египта. Он вышел из Египта. Знаете, о чем они думали? Они в разуме все-таки находились в Египте. Они оттуда вышли. Они перешли Красное море. Им даже невозможно уже вернуться туда. А в разуме они там были. Они продолжали, образно говоря, есть это мясо, этот лук. Они продолжали находиться там. Они не могли свой взгляд оторвать от Египта и сказать, прощай Египет. Прощай мясо. Прощай этот лук. У нас будет молоко и мед. У нас с нами будет Бог. Мы будем в Божьем Царстве. Они не могли переключиться туда. Господь их хотел заинтересовать. Хотел их завлечь, привлечь. Но вы знаете, что есть вещи, которые Господь просто не будет делать? Он не будет насильно менять твою жизнь. Это должно быть. Любовь это то, что свобода. Поймите, что почему Бог создал со свободной волей человека и даже позволил ему уйти. Потому что Бог против насилия. И Бог не хочет, чтобы он заставил кого-то любить себя. Он хочет, чтобы это сделал сам человек. Вот сам сделал человек. Вы представьте. Представьте, в какое время сейчас мы живем. Возможно, и сто лет назад тоже говорили. О, в какое время мы живем. Не, ну вот сегодня, послушайте. Сегодня может произойти так, что вы физически можете не попасть больше в церковь. Вы такие, да это же не проблема. Я интернет включу. А с чего вы взяли, что в интернете будет долго существовать церковь? Что антихрист такой дурак? Он и там заблокирует все. Он оставит религию там. А все живое уберет оттуда. Все, что где вы питались. И представьте. И заблокирует интернет. И заблокирует физический церковь. И вы как будто бы останетесь вообще без ничего. Так вот тогда это время как раз таки и есть. Проверки, за кем я иду. Многие ходят в церковь, потому что ходят другие. Но если другие не ходят, они говорят, значит что-то здесь не то. Послушайте. Все то. Важно, где твое сегодня сердце. Захвачено ли твое сердце Иисусом? Ты же хитрый человек. Мы, я обобщу. Мы хитрые люди. Иисус как бы нам не очень так сильно нужен. Я скажу, Иисус нам не очень так сильно дорог. Ну, если он дорог, ну давайте тогда посчитаем, во сколько он нам обошелся. Что мы ради него потеряли. Вот перечислите, что. Вас выгнали из дома. Вот как в мусульманских странах. Отец, например, дочь может выгнать из дома, за то, что она стала христианом. Что ради Христа вы потеряли. Сегодня у нас даже мы, мы даже это слово, ну мы говорим, дорогой Иисус, но оно не имеет того смысла. Когда он говорит, ты дорог мне, ты мне очень дорог, то мы знаем, крест Голдовский, мы дорого обошлись ему. Мы очень дорого. Вот это все обещание Иисуса, что он исполнит волю Отца, все это из-за нас. Из-за нас. Ему, Иисусу, это не надо было Отцу доказывать ничего. У него было нормальное отношение. У нас испортились отношения с Богом. И Иисус их восстановил. Мы для Него дороги. Дорог ли Он для нас сегодня? И вот представьте, если Он, например, ну я знаю, что есть верующие, действительно для которых Иисус очень важен и очень дорог. Но также большинство для них Иисус не на первом месте. Он не важен так сильно в жизни. Они и без Него справляются. И представьте, насколько мы хитрые. Как бы мы так держим Иисуса на коротком поводке. Вот если что, я обращусь. А все-таки планируем с Ним проводить вечность. Как же это я? Здесь только всего лишь два места, куда я могу пойти после смерти. Ну вот я точно не хочу. Нет, я хочу на небеса. Представьте, небеса созданы абсолютно, абсолютно для каждого человека. Но многие люди не выбирают небеса, потому что они не выбирают Иисуса. И небеса не могут существовать без Бога. Небеса это присутствие Бога. Это не просто дом Бога. Знаете, дом, и там такой маленький, знаете, как у нас. Дом большой, человечек такой маленький, там в доме ходит. Поднялся на первый этаж, на второй этаж, на третий этаж. У Бога, у Него все наоборот. Он больше всех небес. То есть, небеса вмещаются в Бога. Бог может не вместиться. Он настолько великий. И представляете, насколько мы хитро проживаем свою жизнь. Думаем, что Господь, Он не знает это и не видит. А это видит не только Господь, но и дьявол, к сожалению. И Он видит, что у нас остывает огонь. У нас пыл к Иисусу остывает. И что Он будет делать? Он будет работать над этим. Над твоей температурой. Над твоим духовным влечением. Чтобы тебе стало скучно. Чтобы ты зевал и спал. Чтобы ты проваливался куда-то. И думал, о-о-о-о, что-то как-то скучно. Что-то как-то скучно стало. Случается иногда так, что в начале уверования человеку было интересно. Потому что это что-то новенькое в его жизни. Но проходит время. Время имеет очень большую силу. Оно само уходит. И вместе с ним мы уходим тоже куда-то. И вот интерес со временем может проходить. Такая приходит апатия, скукота, ничего не происходит. Великого, то, чего я себе представлял. И как бы я начинаю зависеть от погодных условий. Образно говоря, сегодня мрачно, сегодня дождик. Послушай, это говорит о том, что ты ослеп. Ты не представляешь, что никуда ничего не делось. Что твой интерес, твоя любовь, твоя просто радость, она может увеличиваться. И сегодня, когда ты стал более зрелым христианином, Твоя радость, твое влечение может усилиться, а не уменьшиться. Важно очень на то, на что человек обращает внимание в своей жизни. Куда он смотрит. Если мы свой взор переводим с духовного на физический мир, То, соответственно, мы теряем духовное влечение. Я объясню. Мир сейчас построен так. Раньше такого не было, это точно. Сейчас материализм захватывает людей. Желание обладать материальными вещами. Новыми, новыми, новыми. Раньше у людей сколько было перемен одежды? Одна, две. Одна. Мы не представляем, как это. У нас каждый день новая одежда, считай, да? Женщина заглядывает в шкаф и говорит, О, мне нечего одеть. У нее просто ничего нового нет. А ей есть, что одеть? А мужчина говорит, если у него нечего одеть, у него все грязное. А женщине, если нечего одеть, значит, ничего нового нет. Там, конечно, может высыпаться из шкафа очень много вещей, но это означает ничего. Это я одевал уже, я в этом уже была. Как это я снова приду в этом? Извините, пожалуйста. Но христианство не призвано нас развлекать. Если вы никогда не записывали, то это вы запишите себе в жесткий диск сюда. Христианство не призвано нас развлекать. Оно не призвано. Это существуют разные развлекательные места. У людей и так жизнь плохая. Представьте, они с утра до вечера работают. Пройдет их жизнь, они еще и в ад пойдут. Конечно, им хотя бы здесь надо создать места увеселения. Их надо там посмешить, чтобы они поржали. Потому что им и так сейчас тяжело, вы не представляете как. Он работает с утра и до вечера. Он не видит своих детей, он не видит жизни. Он не видит и не слышит, как птички поют. Конечно, он не может так долго существовать. Ему надо место увеселения. Надо, чтобы его что-то развлекало. И дьявол, он работает над этим. Он работает, сотрудничает очень с большими институтами и с большими учеными, которые продвигают прогресс. И дьявол знает, что если он будет изобретать новые вещи, сам он ничего не может. Это делают, конечно же, люди. Чтобы нас завлекал материализм. Я хочу, я хочу. Моя зарплата не позволяет, но я хочу. Я прямо завишу. И тебе это импульсы посылаются через рекламу. За этим кто-то стоит. За этим стоят очень большие люди. Очень большие деньги за этим стоят. Чтобы ты хотел, тебе навязывают. И ты становишься материально зависимым человеком. Ты становишься материалистом. Ты хочешь обладать. Ты хочешь больше, лучше, красивее. Почему? Потому что это все появилось. Потому что ты видишь это у соседей, у друзей. Может быть у родственников. И ты завлекаешься этим. Ты начинаешь быть захваченным материальным миром. Но мы знаем, что материальный мир, он не может человеку дать полноценное счастье. Потому что купил ты, например, новую вещь какую-то. 30 дней она тебя будет радовать. Потом ты к ней привыкаешь. И у тебя уже нету таких радостей. Нету таких эмоций. От новой вещи, от какой-то одежды, может быть. Или машины, или дома. Я не знаю что. Материальные вещи это неплохо. И неплохо одеваться очень хорошо. И ездить на хорошей машине. Если это для тебя не стало идолом. Но послушайте, любостяжание это грех. И Библия говорит, что это грех. Любостяжание это грех. Любовь к материальным вещам. Послушайте. Не просто ты имеешь материальные вещи. Ты влюблен в них. Ты эмоции вкладываешь от них. Послушайте. У Иисуса были дорогие вещи. Его одежда была дорогой. Его сандалии были дорогие. Но он не был влюблен в них. Он просто носил это. И как это нормально. Ты можешь иметь хорошую вещь. Но ты не влюблен, не захвачен ею. Но многие вкладывают туда дух. Дух в материальное. Они ставят это главной целью своей жизни. Поэтому кто-то поработал. Почему человек поставил на первое место материальное? Почему? Потому что кто-то с тобой работал. Кто-то тебе постоянно что-то показывал, подкидывал. Почему к тебе реклама домой приходит в почту? Почему тебе на телефон приходит реклама? Почему тебя зовут в материальный мир? Чтобы ты хотел и чтобы ты думал. О, где это важно? Я без этого не проживу. Проживешь! Есть целые передачи, как человек выживает в труднодоступных местах. Знаете, выжить любой ценой. В самых-в самых. Послушайте, человек выживает. Кушая каких-то паучков, жучков. То есть можно прожить. Но мы хотим лучше, лучше, лучше жить. Лучше жить. И мы понимаем, что Иисуса там уже нету. А нам это и не надо. Нам главное лучше жить, лучше жить, лучше жить. Послушайте, Иисус дал выход. Иисус дал рецепт. И Он сказал здравомыслие, во-первых. Многие, знаете, из крайности в крайность впадают. Кто-то говорит, материально это все от дьявола. Это грех. Это беги от материального. Денег у тебя тут не должно быть. Нет. Ты ненормальный человек, если у тебя нет денег. Ты просто, ты просто эгоист, если у тебя нет денег. Ты говоришь, мне достаточно. Тебе Бог сказал, ближнего возлюби. Как самого себя себе купил, значит тоже и ближнему должен купить. Ты такой, деньги это дьявол. Ты не дьявол. Любовь к деньгам это дьявол. Я повторяю. Если у тебя нет денег, значит ты уже находишься в обочине. Ты в проблеме. Если деньги стали твоей главной целью, ты тоже в обочине. Ты теперь сделал материальное. Ты заблудился. Послушайте, Иисус есть только 100% на истина. Иисус. Иисус это дорога. И представьте, у дороги всегда есть края. Вот эти обочины. Мы можем быть либо с одной обочины, либо с другой. Когда Иисус, Он дал рецепт, Он сказал, ищите прежде Царства Божьего. А перед этим Он говорит, не заботьтесь. То есть, на первое место это не ставьте. Это важно. Это важно, чтобы ваше тело было в одежде, а ночью оно замерзнет. И Он говорит, не ищите прежде, что вам одеться, что вам поесть, что вы будете пить. Потому что этого всего ищут люди этого мира. Погибшие люди. Вот для них это цель. Для них это номер один. Когда они с тобой встречаются, у них идет шкала оценки тебя, если ты хочешь знать. Если ты хочешь знать, как работает мирской мозг, они тебя оценивают по шкале с ног до головы. Во что ты оден? Сколько стоят твои туфли? Какие у тебя носки? Какие у тебя джинсы? Есть ли у тебя лейбл на джинсах? У тебя дизель или пудель у тебя тут написано? Они смотрят, какой у тебя пиджак. Они смотрят просто о тебе. Кто ты вообще? И когда они сделали оценку тебе, они поняли, что ты никто. Потому что ты просто одет. Ты одет просто с рынка. Made in China. И все. Ты в глазах их упал. Если ты будешь что-то им говорить, они тебя слушать уже не станут. Потому что они подключены к духу этого мира. Для них одежда очень важна подчеркнуть, чтобы обязательно было написано что-то «дорогая фирма». На очках, чтобы было «Дольче Габбана» написано. Или какая-нибудь еще там. Для них это номер один. Для них не просто важны хорошие очки. Для них важно подчеркнуть фирму. Что я не лох. Но если ты заглянешь, что под одеждой ничего нет, там нет человека. Там просто идолопоклонник. Там просто человек, завистливое сердце, который соревнуется постоянно с кем-то. Он постоянно пытается показать себя тем, кем он не является. Он пытается показать, что у него что-то есть. На самом деле, вообще, если взять его даже банковский счет там по нолям. Если не в минусе. Вот Иисус, Он говорит. Он с печалью говорит. Вообще это смешно, знаете. Но с другой стороны, это также и грустно. И Иисус, Он говорит. Он к своим людям обращается. Да, вам это да будет дано. Но, и может быть, и вы будете хорошо одеты. Может быть. Но когда это для вас уже не станет идолом. Когда для вас не станет Богом. Когда вы не перестаете смотреть на духовный мир. Почему одежду Иисуса делили под крестом? Делили солдаты. Потому что она дорогая была. Вот ответ. Уж никто его святым таким не считал. О, это плащаница. Он был распят как преступник. Как разбойник. Делили солдаты. Потому что она была дорогая. Вы думаете, когда-то Иисус хвастался этим? Никогда. Вообще не хвастался. Но у него были дорогие вещи. И деньги у него были. Ящик с деньгами. Поймите, что когда для нас это становится не на первом месте материальный мир. И обладание вот этими вещами. Бог может завалить нас ими. Он знает, что они не повлияют на нас. Но человек, который просто... Он просто сам не свой. У него это номер один в жизни. Он не может в обществе, если появиться. Он будет знать, как там оценивают по одежке. Ведь не зря же говорят, что встречают по одежке. И вот смотрите, Иисус говорит. Ищите же прежде Царства Божьего. А Царство Божье это не физический мир. Это духовный мир. То есть проводите время с Богом. Изучайте законы духовного мира. Общайтесь с Господом. И вы увидите богатство духовного мира. Другими словами, Иисус предлагает нам погрузиться в океан. А вы знаете, что океан с виду ничего особенного? Просто вода. Мы такие, просто вода. Хорошо. А вы туда нырните с баллонами и с маской. И вы увидите то, чего вы никогда не видели. Потому что там открывается мир. И ученые, может быть, только на 2 или на 3% изучили океан. Представьте, океан, который всегда вокруг нас все. Кажется. Да мы все знаем. Ничего ты не знаешь про океан. На 2 или на 3%. Про океан люди меньше знают, чем про космос. Говорят. Не знаю, правда или нет. Церковь это не один человек. Церковь это тело. Будь сегодня церковью. Сражайся за то, чтобы тебе было интересно. Знай. Я это тоже знаю. Как только тебе становится скучно. Как многим христианам скучно. Они сразу лезут в телефон на собрание. Им скучно. Им скучно молиться. Им скучно прославлять. Им скучно вот этому уму слушать. О, что это так? Ну ладно. Полтора часа промучаюсь. Пойду. Послушай. Послушай. Ты пропускаешь что-то важное. Ты что-то важное пропускаешь. Борись. Заставь. Дисциплинируй себя. Чтобы тебе с Иисусом было интересно. А всего тебе стоит попробовать Иисуса. Вкусить его. И ты будешь говорить. Я хочу снова. И я хочу снова. И я хочу снова. После завтрака ты хочешь обед. После обеда ты хочешь ужин. После ужина ты хочешь еще что-то. А потом начинается снова. И снова. Потому что ты однажды попробовал пищу. И она тебе понравилась. И она приносит тебе пользу. Попробуй вкуси живой хлеб. Попробуй вкуси живой хлеб. Он. И Бог часто связывал себя с едой. После своего воскресенья. Он ученикам приготовил завтрак. Они опять всю ночь ловили. Ничего не поймали. Он спросил. Дети есть ли у вас пища? Они такие нет. Говорит. Идите сюда. Идите сюда. Идите сюда. Покушайте. Они смотрят. О! Рыба пожаренная. Хлеб. Пообщайтесь с Богом. Он вас должен зацепить. Если он вас не зацепляет. Все. Вы добыча легкая. Вы в этом поезде приедете по назначению. В концлагерь. Будете мучиться там. У вас будут депрессии. Все вдруг станут христиане для вас. Какие-то такие прям лицемеры. Вы начнете говорить такое что-то плохое на церковь. О, эти церкви. Я знаю. Я там был. Я знаю апосторов. Я знаю слушателей. Не превращайся, пожалуйста, в такого ропотника. Не превращайся в агента сатаны. Не надо и на его царство работать. Ты думаешь, что ты от этого счастливее станешь? Нет. Ты станешь еще более несчастным. Ты будешь искать таких же отравленных людей. Ядовитых. Иди и общайся с божественными людьми. С кем можно говорить об Иисусе. С кем можно наслаждаться духовно. Молиться. Прославлять. Не надо тебе отравляться другими ядовитыми людьми, которые тебя пытаются какие-то еще знания сверх дать. Ты знаешь, что в этом мире творится. Знаем. Этот мир катится в ад. И что? Ты заботься, чтобы тебя влек Иисус. Чтобы ты увидел. Сними эту слепоту. Молись и ори, как в Артемеи. Ори до хрипоты. Срывай голос. Но получи свое прозрение. Если ты не увидишь, кто такой Иисус, Он для тебя всегда останется далеким, странным. И кроме вот этих картин странных, которые в мире нарисованы об Иисусе, ты больше Его даже и представлять не будешь. А Он совсем другой. Сражайся. Веди кровавую битву за это. Если надо что-то оставить, что-то оставь. Но чтобы тебе Иисус открылся, какой Он есть. Потому что если Он тебе открылся, ты за Ним будешь идти всю жизнь. Ты влюбишься в Него. Ты не то что будешь себя толкать. Но я же должен идти в церковь. Пойду. Заставлю себя идти в церковь. А кто-то бежит в церковь. Ноги. Вы куда побежали? Побежали в церковь. Быстрее за нами. Смотришь, плавянули, бегут в церковь. Служить людям. Любить людей. А почему? Почему? Потому что я от Бога так много получил, что если я сейчас не отдам, я лопну. Будьте такими христианами. Будьте такими христианами, которые много от Бога получают, чтобы расточить это на ближних своих. Чтобы Бог дал вам новую порцию. Будьте благословенны. Я надеюсь, просто не буду делать. Будьте такими христианами. Продолжение следует...